rainbow english 4 класс первая часть упражнения 3 так забыл сказать это юнит 1 ст 5 так до этого давайте вспомним вы уже в степ 4 познакомились с существительными в притяжательном падеже только в том случае у вас были существительные единственного числа чтобы так кратко до более вам напомнить и так катина сумка или дом пети вот это все у нас получается и петя и катя были единственного числа напоминаю что мы делали до этого мы ставили апостров и мы ставили ску а теперь мы будем разбирать существительные которые у нас будут стоять во множественном числе то есть смотрите что происходит если у вас уже мальчики да вот как хозяева этой собаки вот собака вот хозяева мальчики они стоят так давайте я все-таки вам напомню то есть смотрите что у нас было до этого давайте с этим же мальчиком берем единственное число забой и чуть дальше напишем собака то есть нам нужно сделать собака мальчика что мы до этого делали мы ставили апостров и мы ставили сочку и получать в переводе получалось собака напомню переводим со второго слова так вам легче будет с переводом работать собака кого мальчика давайте дальше с большой буквы а теперь вот у нас по примеру до дали забой за то есть у нас уже мальчики первоначально данные вот они во множественном числе забой за и опять же вот где-то там у них собака что в данном случае часто дети в чем ошибаются они ставят по привычке апостров и ставят эску и смотрите как это у нас как-то звучит сбой с да вот всякие свистяшки этого нам не надо то есть вам просто хватит добавить апостров и все то есть если у вас напомни вот как бы хозяин да так фигурально выражаясь у вас единственного числа вот мальчик один ставьте апостров с с если у вас здесь множественное число с с на конце то чтобы не было вот этих свистящих лишних звуков просто ставьте апостров и в переводе понятное дело это будет собака мальчиков вот в чем разница а здесь разница давайте тоже выделим наверное не получится так на чтобы хоть немножечко виднее будет было то есть уж ладно как есть то есть немножко выдели да был апостроф с стал просто апостроф и в примере у нас получается за стилен с ученики или студенты бэкс портфели да рюкзаки сумки за студент бэкс это значит сумки студентов за фокси из лисицы тейлз хвосты и получили за фокси из тейлз хвосты лисиц так что в принципе правило вроде как не сложное главное не запутаться то есть где множественное число где единственное но надеюсь вы множественные умеете различать да то есть с стоит это множественное чаще всего так но давайте смотреть не все же так просто как обычно у нас есть исключения и так насчет исключений это существительные которые во множественном числе с не добавляют к себе то есть к ним относятся тут правда у вас все во множественном я напомню как это все звучит в единственном чайлд это один ребенок челдран это дети то есть исключение никто не говорит чайлд вы говорите челдран мэн один не давайте я вам все-таки напишу то есть смотрите вот один ребенок вот один мэн мужчина человек а у вас в правиле мэн мужчины далее запишем в у мен это одна женщина а у вас в правиле у имен женщины произношение обратите внимание меняется у имен далее одна мышка маус а много мышек маис одна овечка шип много овечек шип да это английский язык добро пожаловать то же самое с оленем единственное число дир множественное дир фиш то же самое ну ладно давайте она рыбка много рыбок все равно фиш и вот с гусями тут хотя бы есть разница глуз один гусь гейс много гусей так вот эти слова исключения что в них особенного хоть они множественного числа но при вот таких вот образованиях притяжательных падежей они работают по правилу номер давайте даже вот я вот так сделаю 1 и 2 так вот вот и именно из-за того что они исключительные они работают по правилу номер один то есть если вы делаете перевод игрушки детей вы делаете the children's toys обязательно с мы также ставим хотя дети это множественное число главное что у них не стоит с к в конце да то есть мы не говорим дети что это children's дети это children поэтому вот это с никак не влияет на произношение какое-то некрасивое и оно хорошо звучит children's далее машины мужчин the men's cars то есть вот они men's то же самое далее сумки женщин the women's bags вот они с надо ставить и еще один the mice's tails хвостики мышей то же самое как вы видите с надо ставить так что не забудьте что в английском как обычно и в этом правиле есть исключение и вы их должны ставить по первому принципу если же все остальные слова которые заканчиваются на с во множественном числе то вот к ним вы просто добавляете апостроф